Сегодня я расскажу о фальшивой истории Древнего Рима на примере якобы древних руин римского города Остия, ныне Остия-Антика. Несмотря на то, что правда лежит прямо у нас перед глазами, историки продолжают вешать нам лапшу про древнюю историю Рима в общем и главной гавани города Древнего Рима Остия в частности. Согласно официальной лживой истории, древнеримский торговый город Порт Остия, что в устье Тибра, был якобы заложен не то в 7-м, не то в 4-м веке до н.э. Короче, почти одновременно с самим Римом. И много столетий этот город Порт бурно якобы развивался, пока в начале нашей эры вторжения варваров и постепенная эпидемия малярии не привели Остию в упадок. А в 4-м веке город был полностью разрушен сильным землетрясением и огромной волной цунами. Якобы был такой страшный потоп, что буквально засыпал песком, глиной и илом весь город по самые крыши. На месте города образовалось настоящее болото. В итоге болото не стали осушать и город не стали откапывать и придали забвению. О его существовании забыли почти на полторы тысячи лет, пока в конце 18-го века о нем случайно не вспомнили, а в 19-м веке не начали его раскопки. Так гласит официальная байка, которая подробно описана в Википедии, и так рассказывают сегодня многочисленные гиды на руинах Остии. А так как все здания этого якобы античного города Остия были построены из красного обожженного кирпича, руины которых мы хорошо наблюдаем и сегодня, то получалось, что древние римляне хорошо знали технологии изготовления красного обожженного кирпича с глубокой древности. Сотни тысяч туристов каждый год посещают эти руины в окрестностях Рима и с умным видом восхищаются мастерству античных мастеров, которые якобы построили этот великолепный город из кирпича в усть-рике Тибр почти две с половиной тысячи лет назад. Но все это вранье чистой воды. И вот почему. Это не античный кирпичный город с 7 или 4 века до н.э., как уверяют нас историки, а обычный портовый город 15 века, который и строили почти одновременно с современным Римом. Не верите? Тогда слушайте. А удивлять я умею. Для начала, откуда мы знаем про якобы древнюю историю города Остия? И тут самое интересное. Никаких античных документов или сведений античных авторов не существует. Об этом прямо говорят сами историки. Ученые сами признаются, что все сведения о древности руин черпаются только из легенд и из факта того, что Остия строился для развития и снабжения Рима, как неотъемлемая часть самого Рима. А так как сегодня официально признано считать, что Рим очень древний античный город, то и Остия тоже такой же очень древний античный город. Железная лойка. Ну что за легенды об Остие? Кто их автор? А их нам поведал британский антиквар XVIII века, коллекционер произведения античного искусства Томас Дженкинс. Тот самый известный антиквар, который с 1757 года стал членом Королевского общества антикваров, главной целью которого и была фальсификация архитектурных памятников по всему миру, подделка под старину статей, картин, монет и рукописей. Короче, в обязанности это общество входило создавать подделки под античность. И вот этот знаменитый британский фальсификатор, который прославился в Италии тем, что нанимал местных талантливых скульпторов, которые массово штамповали якобы античные статуи, которые потом как бы случайно были обнаружены им при раскопках и продавались за бешеные деньги доверчивым ценителям искусства и многим европейским. Именно этот мошенник и рассказал миру легенду о гибели античного города Остия. Совпадение? Не думаю. И вот эту лживую историю рассказывают нам историки-гиды на руинах города Остия. Но это вранье от начала до конца. Кирпичные руины города Остия – это постройки 15 века. И я вам сейчас это докажу. Истинная история города Остия приоткрывается в истории строительства крепости Остии или замка Юлия II, который был построен в Остии в 15 веке. Так что нам известно о строительстве крепости Остия или замка Юлия II? В 1423 году по приказу Папы Мартина V было принято решение построить круглую башню, окруженную рвом для защиты устья Тибра, и контролировать близлежащие соляные промыслы и торговые движения по реке Тибр от моря к Риму. В середине 15 века французский кардинал Гиом де Стутвиль получает эти земли в свое пользование и на месте небольшой каменной рыбацкой деревушки начинает строить из кирпича свою богатую резиденцию с несколькими рядами богатых домов, с террасами и термами. Для своих приближенных и многочисленных родственников за честь жить по соседству со знаменитым кардиналом из королевской семьи Франции многие богатые сенаторы и купцы стали селиться по соседству. Так к концу 15 века резиденция кардинала превратилась в небольшой роскошный портовый город. Чтобы обезопасить город от нападения, вскоре была воздвигнута и защитная кирпичная стена вокруг города. После падения Константинополя в 1453 году угроза османского вторжения в Италию стала реальностью. Поэтому в 1483 году, по повелению уже нового кардинала Джулиана Делла Ровера, будущего папы с именем Юлии II, с целью гарантировать безопасность Рима от турецких нападений с моря и держать под контролем снабжение города продовольствием, строительство замка возобновилось и было закончено в 1486 году. В то время крепость стала как бы главной резиденцией для папских таможенных постов, регулировавших выплаты акцизов за товары, прибывавшие в Рим по морю. Для быстроты строительства замка строители отказались от камня и решили использовать новый строительный материал-кирпич, который бурно ворвался в архитектуру по всей Европе, именно в 15 веке. В итоге перед нами кирпичный замок 15 века. Когда в 1503 году Юлий II взошел на папский престол, он приказал в замке устроить папские апартаменты с монументальной лестницей с первого на третий этаж, а также с фресками, с мифологическими сценами, связанными с персонажем Геркулеса и другими языческими богами. Интересный факт, не правда ли? В апартаментах папы не было ничего христианского, а только мифические существа и языческие боги. И в этом нет ничего особенного. Даже в 16 веке в Италии, даже в апартаментах кардиналов и пап, было модным изготовлять напольную мозаику и расписывать стены с обнаженными телами, мифическими животными и языческими богами. Библейские сцены рисовали только в местных соборах. В жилищах Италии до 17 века преобладали только языческие и мифические мотивы. Вот почему в Италии так много мифической мозаики на полах знатных особ. А в наше время эти мозаики и фрески ученые почему-то упорно выдают за доказательство существования именно античности, приписывая им и 3, и 5 тысяч лет. Вот так и дурят нас историки. А мы слепо верим в фальшивую древность Рима и всего античного мира, который никогда не существовал, так как буквально списан со Средневековья. Но вернемся к нашей крепости. В начале 16 века крепость вместе с городом получила серьезное разрушение из-за страшного природного катаклизма. Но богатые местные жители постепенно восстановили и крепость, и город. В 1556 году в ходе очередной итальянской войны замок Юлия II выдержал осаду почти без повреждений. А вот городу досталось сильно. Опять был частично разрушен. И его в очередной раз даже начали восстанавливать. Но ровно через год, в 1557 году, крепость пережила сильнейшая в истории Италии наводнение, которое не только сильно изменило русло реки Тибор, но и занесло песком глины с сылом весь город Остия. Город Остия буквально был засыпан по самой крыше и брошен местными жителями. Именно эту историю в 18 веке и переделал под античность британский фальсификатор, о котором я рассказывал выше. Ватикан приказал срочно перенести таможенные посты из замка в соседние ближайшие города. В конце 16 века территория на месте засыпанного города Остия превратилась в огромное вонючее болото. Люди перестали посещать эти места и про когда-то богатый город забыли на два столетия. За два века местность так сильно заросла, что уже ничего не напоминало о средневековом городе. Но в конце 18 века о городе узнал великий британский фальсификатор, сочинил древнюю легенду, что город якобы погиб в античности и пустил эту мульку в научный круг. И все быстро поверили. А когда в 19 веке начали откапывать целые улицы из красного обожженного кирпича, ученые заявили, что древняя история Рима подтверждается руинами города Остия. Вот так нас дурят прямо на наших глазах, а мы слепо верим. А вы что обо всем этом думаете? Напишите мне в комментариях. И не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Вам не сложно, а для меня это очень важно.